Первый том книги «Открытым оком», вопрос номер 173, тема «Проповедь благовестия». «Можно ли проповедовать в церкви с помощью микрофона?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. По аналогии с Ветхим и Новым Заветом можем твердо ответить. Можно. Книгочисел, 10 глава, 2 стих. «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов». Книга Иисуса Новина, 6 глава, 3 стих. «И семь священников пусть несут семь труп юбилейных пред Ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами». Первая книга Парлипоминон, 16 глава, 6 стих. «А Ванею и Азеила, священников, чтобы постоянно трубили пред Ковчегом Завета Божия». Книга Откровения, 8 глава, 6 стих. «И семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились трубить». «Для усиления голоса применяются разные инструменты – примитивные трубы, более сложный микрофон. Только бы все это служило прославлению Господа и служило распространению проповеди до концов земли». Откровение, 8, 13. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе, живущим на земле!» От остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Откровение, 14, 6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Быть может, это благовестие по небу и есть проповедь через эфир, через спутники.